привет 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 всем привет боже у меня там машина сходит с ума потому что она у меня стирает в общем как всегда здесь та-да-да-да мужской коллектив вот а здесь женский коллектив который собирается делать уроки а мужской коллектив собирается ехать домой потому что дома их тоже ждут уроки до александр готов нет но это уже так а я готовлю завтрак для киры потому что на самом деле она только проснулась я уже сегодня ее не будила очень рано поэтому здесь меня уже ей греночки а что штука почему ты сейчас как упадет мне на руку будет больно так гренки кирюшки готовы есть и чайочек и тоже здесь уже готов ждем пока ребенок придет покушает будет делать заниматься уроками а я уже жду не дождусь когда придут очки потому что на самом деле эти которые у меня уже действительно стекла настолько по поцарапали вот такие мелкие мелкие царапины и очень неприятно постоянно я их вижу в общем надо чтобы не сделали очки и я эти сдала чтобы мне здесь тоже поменяли стекла но вот эти вот я не знаю или эти скорее всего эти я возьму и сделаю себе стекла затемненные ну то есть чтобы они у меня на свету затемнялись хотя не знаю нужно ли мне этот на сто процентов я думала сделать на тех очках которые заказала но передумала в общем пока так а знаете почему я передумала потому что невозможно сделать и от компьютера защиту и от солнца или или вот поэтому я решила лучше у меня две пары очков будут вся защита будет от компьютера потому что на самом деле я больше времени провожу за не компьютер удар то есть компьютер планшет телефон большинство времени я провожу именно за работой на гаджетах поэтому для меня важнее не солнце а для меня важнее все-таки защита каких-то там компьютерных лучей вот сегодня у меня уже лицо намного лучше я вот даже на себя смотрю и вижу что намного лучше не знаю как она будет через пару дней потому что мне только вчера сделали коррекцию ну посмотрим 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 сегодня я себе нравлюсь даже очень сильно себе нравлюсь видите как кто бы себе не сказал класс как не сама себе ты скажешь что ты прекрасная и красивая и замечательная и хорошая и добрая и как же я себя люблю так зовем кирюху дочурка завтрак на столе уже иди позавтракай а потом уже будешь заниматься лёшка слушай такой вопрос может быть вы заберете одну лежанку в рпень вашей ките она как раз сейчас вот постирается и заберете ли у меня все равно бесполезно что их у меня две штуки постоянно терра все равно одно описывает а мне на балконе делать опять какой-то склад не хочется а вам прикольно будет или ронди дадите или мышки скорее всего потому что он вышел на сумму всегда это дороге дадите просто что я говорю у меня на балконе и так склад а тут у меня места хватает я дам вам вам хоть она действительно пригодится и мне ребята нужно фильтр поменять не поменять а почистить я щас вам покажу чтобы вы понимали что он реально чистит воздух я вчера уже алёшки показывала решила это дело оставить на сегодня чтобы поменять здесь все посмотрите сколько пыли он собирает вы только посмотрите какой он грязный и это все чем мы дышим в течение дня если нету никаких очистителей вы только посмотрите это же жесть настоящий кошмар потому мы сейчас его достаем чистим и вставляем новый менять еще рано потому что у меня там еще по моему 150 дней до замены этого фильтра вот но этот нужно почистить фильтр чистенький закрываем и снова его включаем пусть работает раз он такой хороший пусть нам все очищает вот единственное что он все-таки мне неправильно показывает здесь температуру и руки надо помыть видите показывает 55 градусов и 6 процентов а если выключить его и типа перезагрузить то начинает показывать правильно но потом снова переходит в неправильный режим но на самом деле мне это не так важно мне важно именно будет отсечения от пыли и от разной грязючки так ставим тебя на максималку готова кира меня сейчас отправляет в магазин говорит мама пока я буду делать уроки сходи пожалуйста в магазин купи мне куклу какую-то дешевую просто пожалуйста вот сейчас посмотри этот аккаунт и тут было подписано это новый аккаунт мне кажется один и тот же человек это все я вчера нашла 4 аккаунта твоих и я уже написала девочкам что это не твои аккаунты и чтобы они на них не пришли успокойся можно я тебе помнишь там вот это были да это еще один аккаунт не может 5 тут были маты и тут я я ответила на чем я закончила в общем кира меня отправляет магазин потому что ей надо купить куклу а она хочет ей перешить волосы короче сделать свою личную куклу и вшить ей свои какие-то личные волосы вот и я сейчас вот не знаю тебе пупсика кира надо или какую-то куклу типа барби в общем типа барби куклу так что я пойду сейчас схожу в мегамаркет посмотрю там какую-то куклу дешевую виде барби куплю и кира после урока будет уже заниматься перешиванием волос алёшка сейчас будет ехать а я пойду в мегу сейчас будет собираться не шиш потихоньку собираются даже сейчас пытается до драконить кота который меня уже сегодня очень сильно поцарапал попросился на руки я его взяла и посмотрите что я не знаю что с этим котом делать почему он царапается внутри ли не знаю какой-то просто неадекватный становится что с тобой произошло снег я опусал мучаю не ну ладно мучаешь на меня ты же видел он просто на руки попросился и и покусал ну скучно скучно да прекрасно тебе скучно так надо кусаться до 2 жизнь попаловался и успокоился вот и сиди его успокаиваю уже так вцепился мне как тем в палец это капец у меня посмотри какая рана посмотри все руки исцарапаны это все код это все этот код зато я его люблю он такой бешеный а я его за это иногда не очень люблю потому что он такой бешеный кирочка пожалуйста включи видео урок и посмотрели я серьезно дочурка занимайся уроками короче вот такую типа буду куклу и покупать чтобы она смогла и был ой упала чуть упала чтобы она смогла и волосы перешить а эти девочки наши здесь стоят ну и конечно же кирин автомобиль кстати прикольная вещь мне самой понравилось закрываем балкон кира делают уроки мальчишки уезжают провожаю лёшку сашкой уезжают они вот они всегда уезжают и мне сразу так скучно становится я сразу же начинаю думать а что я буду делать ну хоть лёшка мне вчера кушать приготовил мне это ладно у машки есть делать у него потолок покрашенный да лёша вчера меня красил я оставил свой след и представляете как можно было так красить волосы чтобы я подымаю голову а у меня весь потолок в пятнышку и я ему говорю лёшка говорю сотри он взял так аккуратненько размазал и теперь у меня просто по потолку размазаны я считаю что это палочки краски это все искусство да теперь у меня на потолке алешина искусство а еще мусорку сломали короче уезжают все сделали мне самое прикольное мусорку из изуродовали потолок красота машинка смотрите какая красивая а красота требует жертв до красоты и вот это самое красивое дерево прикольно кстати надо сфоткаться на солнышке у тебя очень красивые волосы получили видите как прикольно золотые желтые рыжие так надо зафоткаться да 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 мы возвращаемся домой постояла лёша попил кофе и поступило такое предложение поехать в ирпень и в лес именно в лес погулять потому что здесь у нас лес перекрыт а там в ирпене в лесу можно гулять поэтому мы сейчас заносим снова все вещи скира доделывает быстренько пару уроков которые успеет я все-таки схожу в мегамаркет куплю ей куклу и едем едем в лес а я одеваемся тепло потому что на улице все-таки как-то свежо и прохладненько сашка теперь домой снова давай вперед ну наконец-то только что говорил я не хочу а теперь уже ну наконец-то как у нас планы быстро меняются какие-то мы какие-то мы непостоянные а я-то постоянный это один я просто скучно какая-то я капризная непостоянная а вот сестра все поняли запомнили да да еще мне потолок сломал пойдут испортим заводим сашку идем в мегамаркет пришли мы в мегамаркете и мне нужно посмотреть куклу какую-то вот такого плана можно она еще и беременна или вот такую вот ну какую-то надо недорогую прикольно сейчас в общем кире спрошу или вот такой вариант или такой вариант или такой вариант в общем или какой-то барби сейчас буду ей звонить узнавать выбрали кире вот такой вот чтобы она ее облысила и нарастила новые волосы дальше да и выбрали вот такой вот судочек для того чтобы мы могли половить это не судочек сачок сачок но только нам нужно таких два лишь да потому что если будет один то это же будет неправильно а тут звездочка а тут бабочка митимаус давай возьмем два одинаковых мир дружба жвачка хорошее настроение замечательная погода была с утра не знаю будет ли она сегодня целый день такая замечательная но мы уже вышли с магазина я все-таки купила же куклу которую кира хотела дали два сачка приедем сейчас на речку дети будут ловить жаб точно словить одну жабу и привести ее с небу он наверно будет в шоке от нее вообще жаб коты не едят у них неприятный запах уже их по-моему только уже едят же мы можем одну жабу приготовить нет мы не будем готовить жаб мы ели это было давно и потом не от этой змеи боже ребята мне было так плохо мы когда были в карпатах когда в позапрошлом году до позапрошлом году мы там словили гадюку чем там целое семейство было гадюк хозяева общем эту гадюку убили настоящую гадюку яйца спалили а лёшка моей кирой распотрошили эту змею у нас даже где-то фотки есть в инстаграме если полистать то можно найти где мы ели эту гадюку но самое интересное и ели все а плохо было мне за всех мне так было плохо лёша меня спасал ночь утро день я так траванулась и я не знаю по какой причине но я реально траванулась так сильно что я потому что нечего есть себе подобный добрый брат он долго шел смеялся улыбался пока я договорю и все-таки сказал что нечего есть себе подобных да вот видите как реально мне единственное было плохо никому только мне наверно мне попал яд и и нет сердца нет это мне а кира говорит мама где-то она услышала информацию о том что если съесть сердце змеи запить его вином то ты будешь вечно счастливая любимая и здоровая и когда мы это сердце держали то у меня кира постоянно мама скушай мама скушай мама скушай наверное если бы я скушала сердце то я бы наверно уже меня бы не было потому что от самой змеи мне было плохо ладно очень тяжело ребят идем собирать детей и едем и едем в лес привет собаки кир ты додела смотрите что мы вам купили будете жаб ловить ну наконец-то а ты будешь бабочек даже виде микки мауса даже красного цвета ну туда пиявок будешь как в буратино дуримар ну не хочешь не надо я это буду делать в общем давай ты доделала уже на вас заканчивая да будем собираться ехать пока еще на улице хорошая погода не начался дождь собаки остаются дома и сейчас кире покажем куклу кира подходит такая смотри дочь что ты там уже сделал ошибку какую-то на смотри подойдет ну так и пострижешь подходит собой конечно можно давай кирюшка доделывать да будем ехать мы собрались все берем с собой дети берут прикольные маски у сашки такая кирюшка берет как ее уменьшить давай уменьшу давай лёшка тебе уменьшит в общем у киры такая прикольная вообще классно с черепушками настоящая девчачья одевай тебе на тебе зачем я тебе уже уменьшал а ну пробуй красота супер нормально красота выходим поехали сейчас таксист реально подумаешь какой-то зомби land вот и попали мы называется это пойма почему пойма я не знаю то что по или кого-то пойма это то что остается после речки здесь раньше была судоходная река она высохла я думала что речка всегда была такой маленькой обалдеть я этого не знала в общем мы сейчас идем вот папа папа поля по полям а единственное что я здесь помню так это кукуруза сейчас здесь кукурузы нету есть только куча куча гилок как это называется по-русски палок но даже не палки какие-то кусты непонятные и они вот смотрите вот это все поле каких-то пустов вот мы идем к речке к плотине в лес да посмотрите вот это вот сухостой кириного роста я на самом деле вообще не вижу что я снимаю потому что солнце светит в камере ничего не видно но зато я вижу детей а еще в солнцезащитных очках вообще ничего не видно а какие вы молодцы что вы взяли очки да ну так узнали же куда идем живое не могу мне утра не тяжело а еще я как всегда приехала понимаете в лес и одела белые кроссовки но я черные просто не нашла и когда меня начали подгонять я вспомнила что я их спрятала уже типа в обувь осенне зимние и уже решила не доставать не искать чтобы еще дольше не задерживаться потому что кое-кто вот этот кое-кто он уже начал на меня кипишевать что мы так долго собираемся девочки девочки в общем даже губы недавно красить вес неважно решила целоваться с медведем ну почему бы и нет смотри какие собаки красивые ухоженные красивые да а я уже вижу слюзы до их по-разному называют плотина шлюз в общем что это такое это когда речка поднимается я правильно говорю да когда идет дождь очень короче не дает нужно речку до опускать чтобы она не топила блин если тут раньше было судоходная река зачем азио почему потому что она подержи мне так тяжело у меня рука устала щас я возьму на другую руку сделали очень много ответвлений для того чтобы выкопать киевское море вот и поэтому из-за этого история города ирпень а вы учили такое даже есть пусей я делал в том что да алёшка же здесь в арпене заканчивал школу и видимо здесь у них по истории было история города ирпеня я как таковой истории не знаю что у тебя случилось а короче кира на свои обуви на платформе тебе нужно нормальную обувь я поддерживаю реально нормально то у нее две пары и все вот на такой платформе а мы сейчас вышли в лес да на такой обуви как на каблуках купишь себе кеды от ним прикрутив кирпичи принципе выйдет то же самое у меня рука устала безумно устала рука я уже иду руку поддерживаю рукой уже отдала кулек потому что не могу ладно посмотрите как грязно вот кто тут мусорит какая какашка здесь мусорит вот пришли и выбросили мусор гена какашка гена какашка гена не мусор пожалуйста наконец-то мы пришли к речке ирпень и вот эти шлюзы кстати кирюшка а ты знала что я здесь купалась в детстве да вот туда залазила прям под низ сейчас бы конечно я туда не полезла но раньше залазила я помню я тут с бабушкой и сашей были еще шлюплевые очень давно я тут встретила это было лето но вода порохлада это нельзя было только ноги помутить поэтому там еще мы сашей познакомились с Кирой и Родионом да было такое Кира и Родион девочка и мальчик Кира и Родион да было отсюда люди прыгают ловят рыбу мы сейчас тоже куда-то а вот там вот дзот или как дзот по-моему называется военное какое-то сооружение а где алексей уже далеко ушли а речка такая чистая чистая посмотрите а раньше здесь всегда куча тины не было но чем она воняет воняет то ну ладно ну это речка конечно будет пахнуть даже море иногда имеет запах когда цветет и даже не когда цветет иногда бывает и волны море неприятный запах приносят здесь какой-то отросточек речки кусочек маленький тоже куда-то течет я раньше вот здесь вот с дедушкой каталась на байдарках мы вот седой заплывали и вот так вот переплывали и на байдарках туда аж туда плавали да ну на байдарки байдарка лодка такая узенькая узенькая низкая низкая наклоняешься проплываешь и дальше были да 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 так что там у нас написано там даже что-то написано сейчас узнаем наверное зона не для отдыха тут безумно много песка боже городские приехали в лес и только идут бабу 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 смотрите как дерево вырвалось с корнями и просто лежит на другом дереве прикольно она солёшка ведет куда-то в лес здесь такие полянки но здесь наверно не будем садиться идем немножко поглубже куда-то чтобы нас меньше видели хотя я думаю что сюда точно никто не зайдет как бы вы не судили но я скажу что дома сидеть не ри аль но просто нереально уже крыша едет я говорила что тут жабы что мы здесь будем а где жаб в общем и остаемся здесь такой столик тут прикольный лавочки есть где распалить наши богача нет это не кто это полиция серьезно да нет это просто эти мотоциклисты это полицаи смотрела смотрела сериал пацифик там не на велосипедах да это у нас на мотоциклах да это не полиция это просто люди катаются на на мотоциклах так ладно что мы будем распаливаем я бы приколол перебил меня богатя это не огонь вот угли мы распаливаем угли потому что там кстати написано что угли распаливать можно делаем крылышки детей посылаем за жабами здесь катаются мотоциклисты в общем а мы отдыхаем дышим свежим воздухом и наслаждаемся природой до ребенок природа а кира говорит мама ты обещала бабочек я говорю я обещала жаб алёша найди пожалуйста бабочку взлети я обещал только жаб вот бабочки кто обещал бабочкам крылышками пух 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 а за ней воробушек прыг 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 пил эту песню по моему если я не ошибаюсь миронов тут тут в общем то знает что за песня пишите в комментарии и распаливаете угли можете брать сашку и идти за жабами отдохните секундочку так пойдем сейчас кира с тобой за жабами все мы щас кира идем за жабами наш наши богатя уже почти готова а вот бегут дети ну что словили вот-вот-вот-вот-вот-вот посмотри какой-то маленькая хорошенькая жабка возьми кирюшка ты их команда а ты сама не я поняла какая массе пусинька я только не дави я сильно ее потом выпустим конечно мы их выпускаем мы их не обижаем и кушать мы их не будем ребят чтобы там не думали мы короче жаб есть не будем мы их выпускаем я шучу конечно мы все шутим это сейчас лёшка рассказывает инстаграм и про фотографии раньше говорит инстаграм это же не по-пацански а сейчас уже сам туда фотки сбрасывает в общем наши крылышки уже на плите почти дети тут занимаются какими-то своими делами кушать чипсы швепс кира снимает стресс делает каре своей кукле а ну покажи потом я подровняю все а поверни и а вот тут ну это ж кукла специально было для чего сделано для того чтобы ее смотри да вообще лысая сделать вот видишь да а чё такая большая дырка тут вот этого я не знаю котя может быть там что-то было прилеплено ручки 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 1 2 3 есть 4 5 6 у нас есть мусорный пакет конечно мы бережем природу конечно и наше мясо уже и вообще так классно здесь боже я абсолютно не жалею что мы выехали еще у меня были какие-то сомнения по поводу того что в лес поехать в общем а щас нужно слушать обратно блин насколько чувствуется кайф свобода свобода настроение поднимается погода просто замечательно сейчас мы покушаем потом пойдем все-таки к речке и еще возле речки немножко посидим и посмотрим на воду и получим медитационные волны ей намного больше идет еще вот так волосы сделать и она мне сейчас напоминает знаешь кого рапунсу которая была уже с короткими волосами в общем классно я детям предлагаю идите походите поищите муравейники я не знаю каких-то там прикольчиков поищить нашла вон корягу огромную уже там сходили пофоткались возле этой коряги но они засели возле нас и сидят а по лесу конечно походить это круто я же говорю сейчас наверно покушаем да наверно пойдем просто пройдемся в лес пообнимаемся с деревьями почувствую кислород жизненную энергию от деревьев от зеленых цветочков от зеленых росточков от жизни лесной это это очень круто это очень классно и она успокаивает реально на самом деле успокаивает лес он он шикарен короче чтобы вы поняли я не знаю попросили их подойти вот сюда детей вот сюда и найти кирпичей на сейчас стал вот сюда подскользнулся и упал аж туда и упал аж туда это это ужас все только теперь возле нас здесь тянулась баня это пипец одним словом теперь только рядом с нами никаких кирпичей нам больше не надо мальчики я не хочу себе мальчик только девочки они хоть куклами играются режут волосы им я блин перепугалась опять чуть не умерла а ну вас блин это это хорошо что он жив блин а так мог сломать себе руки ноги я не знаю все ребята все нормально все хорошо все спокойно ребенок перепугался неспокойно больше наверное чем кто-либо а у алешки схватила судорога в пояснице из-за этого из-за из-за в по я хотела сказать красиво а ты не пояснице только у молодых хватает в общем все нормально сашка жив-здоров у него все хорошо он сам перепугался очень сильно все отлично главное все нормально теперь мы ловим только бабочки слушайте родители теперь ловим только бабочек а сейчас еще знаете что будем делать сейчас вам покажу что мы будем делать мы сейчас а даже не чуть попозже мы наверное прям сейчас она есть зажигалка раз какой цвет кому мы будем запускать дымовые шашки какой цвет кому так держи потому что там еще красный красный оранжевый красный оранжевый не давайте оставим слишком много дыма будет так теперь отходим вот туда не стоп как ими пользоваться пожалуйста объяснить так держим вот так смотрите внимательно все понял можно делать вот так вот но больше рукой не шевелить близко к лицу не на другую руку не переставлять держи и только над головой идите туда в ту сторону мы вам больше запалим выше покажи как и будет давай вторую запалю тебе что ж такое ну а теперь можно тренд сниму а не получается у меня быстро получилось не бойся не бойся все дай сашки уже поддержать ручках возьмешь не бойся не бойся держи смотри какой дым покрутим вот видишь не бойся не бойся вот вот так вот можно бегать в общем немножко развеселили есть готова кирюш у нас уже готова первая партия крылышек безумно вкусные получились лёшка сейчас рассказывает как ему не хватало вот этой всей природы этого всего уединения про которое я перед этим говорила а я его а я его под прикалываю а тебе говорю не хватало еще и падения нет конечно это это была вишенка вишенка сегодняшнего на тортике да но ребята самое главное что все классно у нас готовится 2 2 партия шашлыков большая вишенка мы отдыхаем и все у нас живы здоровы и уже никто не плачет и мы все радуемся и просто вспоминаем сейчас как страшный сон то что произошло а сашки говорим сашка а теперь в школу придешь и всем-всемоклашкам скажешь а я был вот почему вот я его называю а я был в доте а я там видел змею а еще там какое-то страшное короче мы его учим врать да не брать а он там был просто немножко можно приукрасить эту систему в общем типа как то так ладно мы будем отдыхать спасибо что были с нами до встречи